Здравствуйте! Это новости на канале ННТ, в студии Факира Рамазанова, и вот о чем пойдет речь сегодня в выпуске. Лечили или удерживали насильно? Полиция награнула с рейдом в один из реабилитационных центров на окраине Махачкалы. Вывозили мусор не туда, куда надо. Уголовное дело на бывших руководителей компании, занимавшихся уборкой такого в Дагестане, передано в суд. Культура сближает. О выставке, организованной Национальным музеем Дагестана в Хакасии, смотрите в выпуске. Цены ниже, чем в магазинах. В Дагестане прошла очередная сельхоз-ярмарка. Полицейские Дагестана проверили деятельность реабилитационного центра в пригороде Махачкалы. Ранее в МВД поступила информация, что алка и наркозависимые граждане содержатся там в плохих условиях, а их свобода и права нарушены. В ходе выезда на место в здании были обнаружены наручники и цепи. Двое опрошенных мужчин подтвердили, что находятся в центре с 1 февраля против своей воли. Ведется следственная проверка. 14 человек, доставленные в отдел полиции, рассказывают подробности истории. Я нахожусь в реабилитационном центре. Попал сюда из-за того, что недопонимания были с родными. То есть вы ни наркома не пьете? Нет, вживую даже наркотики никогда не видел. Как вы сюда попали? Ну, брат позвонил, говорит, сказал, что с психологом хочет, психологу меня показать. И этот, надо поехать, пообщаться. Я говорю, нормально все со мной. Я на работе был на тот момент. Я-то знал, что в реабилитационный центр еду, но как мне сказали, что здесь санаторий, типа тебе понравится. Я говорю, ой, мне это не нужно, я не наркозависимый, я не алкоголик. Я говорю, ничего. А сколько времени было здесь? Почти два с половиной месяца. Я домой хочу, я не наркоман, ничего. Просто домой хочу. Завели внутрь, смотрю телевизор, камеры, все, там, решения, эти всякие сертификаты. Сверо, я не понял, что за кухня вообще. Вот ты попал, говорит, сюда, у тебя там зависимость, там, третья, десятая. Я говорю, а чего мог бы тебя забить? Я не наркоман, я не алкоголик. Да, я выпивал, может, пью для себя. И вот в таком месте, вот у тебя родные там посчитали нужным, говорит, там, это, то, остальное. Ну, думаю, ну, раз посчитали, наверное, ну, выдержу, да, там, мать, мать, наверное, там, скажет, там, месяц, наверное, езжет там побыть. Вообще, честно говоря, мыслях было первое месяце, заберут, все. Смотрю, второй месяц проходит. Третий начался уже, ни звонка не дают, ни услышать детей, ни позвонить, ни встречи не дают. Не знаю, тут какое лечение идет у людей, просто тупо, вот, держат деньги, клянчут. Кто-то, наверное, там, не знаю, наркоман, там, время проводит, может, кому-то это и нужно, я не знаю. Ну, мне точно это, я не считаю нужным, чтобы я был тут, и это не лечение. Вывозили, но не туда. Уголовное дело в отношении бывших руководителей управляющих компаний «Лидер» и «Новый город-2» направлено в суд. Следствие установило, что в 2019-2020 годах фигуранты дела организовали вывоз мусора на несанкционированную мусорную свалку в окрестностях села Агачаул Карабудахкенского района республики. По договору же, мусор из Махачкалы, Каспийска, Буйнакской и нескольких районов должен был вывозиться на мусорный полигон «Гринтау» в Избербаше. Дуб за миллион. Полицейские Хасавюртовского района задержали 30-летнего местного жителя. Он незаконно вырубал деревья, а в феврале текущего года срубил дерево довольно ценной породы. Лесоруб по совместительству оказался и предпринимателем. Признался, что собирался дрова продавать. Сумма ущерба, причиненного лесхозу, составила 920 954 рубля. Возбуждено уголовное дело. Своих не бросаем. Активисты Общероссийского народного фронта совместно с Дагестанским центром медицины катастроф провели акцию в поддержку российских солдат, участвующих в спецоперации в Украине. Кареты скорой помощи выстроились в букву «З», ставшую девизом российских военнослужащих. ОНФ также специально выпустил стикеры с буквой «З» для расклеек на бортах автомашин скорой помощи. Такие же вскоре появятся и на маршрутных такси Махачкалы. На тех местах, которые мы отдаем, изображаем, добавляем букву «З» в цветах российского триколора. Данный символ подразумевает не только плаг Российской Федерации, но также плаг Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Это является символом нашей дружбы и нашей поддержки этих республик и нашей плагской дружбы красных народов. Также мы поддерживаем опять-таки наших ребят, которые находятся на этих цифрах. Результаты ЕГЭ теперь можно будет узнать и на госуслугах. Об этом сообщили в Рособранадзоре. Они будут доступны в разделе «Документы» и в подразделе «Образование». Для просмотра баллов всего лишь необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте. В этом году 1 миллион паломников смогут поехать на хадж. Это около 40% от количества совершавших паломничество в прежние года. Об этом сообщил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов. Какую квоту получит Российская Федерация, пока неизвестно. Вместе с тем, Саудовская Аравия установила ряд обязательных требований для паломников. Возраст моложе 65 лет и наличие прививки от COVID-19, одобренное Минздравом Королевство и отрицательный ПЦР-тест. Впервые в Хакасии Национальный музей Дагестана представил историю, быт и культуру республики. Выставка «Седой Каспий» прошла в рамках нацпроекта «Культура». Для жителей северного региона Дагестан открылся с неизвестной стороны. Подробности в сюжете Малики Курбановой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Где-то мне ядерно подписан. Домогутно. Говорят, удвар сапливки выдерживает. Вот это. Защита. Я хочу еще, знаете, на официальной части не сказал. Мы подписали в межпарламентское сотрудничество, соглашение, договор с Госсоветом Республики Дагестан в Таврическом зале Петербурга в историческом месте прошлого года. Так что мы повязаны теперь полностью. Национальные костюмы, старинные ювелирные изделия, ковры, кинжалы, графика и многое другое. Уникальная экспозиция ознакомила жителей северного региона с дагестанской культурой. Выставочный проект открылся в Хакасском национальном краеведческом музее. Красивая горяночка, стройная, одетая в роскошные платья и облаченная в серебро. Более 16 килограммов свадьих летаря в Дагестанке было. Это головы, песочные, накрытые, поясные, простые, кольца. И вот такое впечатление, что и на пламидянках там спустилась. И мы еще очень рады, что выставка национальной культуры в Республике Дагестан проходит в год культурного наследия народов Российской Федерации. Это очень символично, это очень значимо. И мы, народы Кокассии и Дагестана, представляем, что географически очень далеко, но у нас есть очень много общего. Самое главное – любовь к национальной культуре. Сохранение наших вековых традиций и сохранение нашего культурного наследия. И вот я думаю, что в этом плане у нас просто огромный потенциал сотрудничества. Директор Национального музея Дагестана Пахрудин Магомедов отметил, что эта выставка – первый этап отношений между двумя республиками. В рамках подписанного соглашения подобная работа будет продолжаться и дальше. И, возможно, одним из совместных проектов станет фотовыставка, посвященная народному поэту Расулу Гамзатову. Мы ждем наших коллег у себя в республике. Дагестанцы будут посещать ту выставку, которую они организуют у нас. И в рамках вот этих, скажем, взаимных соглашений, конечно, еще очень много будет мероприятий проводиться. Эта частичка нашего музея, который мы привезли сюда, мы весь музей, конечно, не можем привезти, но через эту выставку вы, наверное, познаете и Дагестан, и историю, и его культуре, и вы. Поэтому всем-всем огромное спасибо и приятного времяпровождения. Поддержку в организации мероприятия оказали дагестанская диаспора и председатель Хакасского центра сохранения культуры и традиций народов Дагестана Родина Гор Якуб Магомедов. И, конечно, редко какое событие, связанное с Дагестаном, обходится без танцевой музыки. А гостеприимные дагестанские хозяйки, проживающие в Хакасии, угощали гостей блюдами национальной кухни. Малика Курбанова, ННТ Махачкала. И в продолжение культурной темы. Наследие предков – так называется фото-выставка, которая проходит в эти дни в историческом парке «Россия. Моя история». На ней представлено около 50 архивных изображений. Это места исторической важности, объекты культурного наследия. Некоторым фотографиям более 100 лет. Многие из памятников претерпели на сегодняшний день изменения во внешнем облике. О значимости сохранения истории родного края на открытии выставки говорили ученые и общественники. Мы все знаем, как эти памятники выглядят сейчас. Даже их можно поехать посмотреть. Многие из них очень известны, туристами посещаются, как дагестанцами, так и приезжими. И мы на этой выставке хотели показать, как они выглядели чуть раньше. То есть в 60-х, 70-х, в начале 80-х годов. И специально посмотрите, как атмосферу можно окунуться, потому что фотографии черно-белые. И позволяют увидеть, как эти объекты выглядели раньше. Какими их могли видеть наши родители, дедушки. Выставка эта продлится две недели. Здесь в историческом парке «Россия – моя история». Приходите, посмотрите, как эти памятники, которые вы сейчас на картинках видите, выглядели раньше. Цены на 30% ниже, чем в магазинах. В Хасавюрте прошла сельскохозяйственная ярмарка. Организовали торговую площадку администрация города совместно с Минсельхозом региона. Покупатели могли не только приобрести экологически чистую продукцию, произведенную у нас в республике, но и насладиться концертной программой, подготовленной местными творческими коллективами. Напомним, подобные ярмарки в Дагестане проходят каждые выходные в рамках поручений главы Дагестана Сергея Меликова. На сегодняшний день мы хотели бы поставить продукцию без посредников напрямую к потребителям. Я думаю, сегодня у нас это получилось. Единственное, что нас озадачило, то, что одновременно несколько ярмарок проходит в республике Дагестан, в соседних районах аналогично. И сельхозпроизводители были вынуждены распределиться по своим ярмаркам. Но в следующий раз, я думаю, количество представленной продукции будет гораздо выше. Тем более сезонность будет уже приближаться, и я думаю, что результаты будут гораздо лучше. Вот продукция Ахвастского района. Вот всем дешевле, свежий товар всем горожанам. Мы работаем по оптовым ценам. Народ очень доволен. Самое главное, народ оценил нашу продукцию. А оценка народа для нас самая важная. И о спорте. Сразу два новых поля, футбольное и волейбольное, открылись в Ногайском районе. Теперь у жителей села Карагас есть возможность заниматься спортом на современных площадках. Объекты построены в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий. На полях постелили искусственный газон и установили уличное освещение. Есть и трибуны для зрителей. Новые объекты уже оценили местные дети и ветераны футбола, сыгравшие дружеские матчи. Сегодня для Ногайского района и для жителей селени Карагас хорошая отрадная новость. Мы открываем здесь мини-стадион и волейбольную площадку, которая финансировалась ДАК-Серхостроем при поддержке правительства Ресульки Дагестана. Хотел бы сказать, что компания «Сириус», подрядная организация, построила ее качественно, установлены в сроки. И сегодня, я думаю, что сегодня день открытия. И для жителей селения Карагас и ближайших сел это будет очень хорошая возможность заниматься спортом. И вот такое свободное время и для взрослых населения, и для наших детей. Поэтому всех еще раз поздравляю. Это один из первых объектов, который мы строим в Ногайском районе. По нашей программе хотелось бы сказать, что в течение этого года и следующего года будут построены более шести объектов, в том числе две школы, два объекта газификации и еще одно такое же мини-футбольное поле. Хочется отметить, что указанное поле было запроектировано и начато строительством в прошлом году. К концу года уже были все строительные монтажные работы выполнены. И с учетом погодных условий нам довелась возможность открытия поля в текущий момент. Это были все новости на сегодня. До встречи в следующем эфире и удачных вам выходных.